И вновь здравствуйте дорогие друзья, мы продолжаем программу тема дня. Меня по-прежнему зовут Александр Вальдман и надеюсь вам будет интересно, тем более мы сейчас будем говорить не о чем-нибудь, а о Великобритании. Там крупнейшая оппозиционная партия, либористская партия выбрала своего нового лидера и произошел, можно сказать честно, фурор. Лидером был избран Джереми Корбин, про которого пишут следующее. Ярый социалист, выступающий за отмену мер жесткой экономии выхода страны из НАТО, ненавистник монархии и поклонник палестинских террористов. А Дейли Телеграф о нем сказала следующее. Полезный идиот Путина в Европе. Вот о будущем, возможном будущем премьер-министре Великобритании мы говорим с нашим лондонским коллегой, другом, журналистом Юрием Голигорским. Юрий, добрый день. Добрый день. Юра, вот по словам самого Корбина, либористская партия показала себя страстной, демократической, разнообразной, единой, нацеленной на создание справедливого и лучшего общества. Тем не менее, в начале предвыборной кампании, 66-летний Корбин считался аутсайдером в этой самой либористской партии. Вообще, кто он такой, откуда он взялся и за счет чего он добился, по большому счету, грандиозного успеха? Ведь он победил своего преследователя более чем на 40%. Совершенно верно. Он получил более 60% голосов избирателей. Его ближайший соперник Энгель Бернам получил лишь 19% голосов. При явке избирателей более 76%. Это высокая явка. Романная победа, очень серьезная. Причем это все началось как глупая шутка. Все говорили, а давайте просто так, для шутки, подключим к избирательной кампании Корбина, внутри либористской партии. Потому что было три относительно серьезных претендента. Двое из них равные по значению для партии. Третий аутсайдер. Ну, решили, давайте четвертого еще. И многие сегодня в Великобритании считают, что демократия имеет свои издержки. Потому что очень часто избирают или к власти приходят не те, кто должен был прийти к власти, или как хотелось бы большинство электорат. Потому что надо сказать, что несмотря на то, что большинство проголосовало за Корбина, это большинство было внутри либористской партии. Но я сомневаюсь, что это репрезентативно для Великобритании в целом. Это не отражает точку зрения Великобритании по многим вопросам. Вы подчеркнули вопрос об отношении Корбина к террору. Да. Это один из аспектов, безусловно. Но есть также НАТО, есть отношение к армии, есть отношение к королеве, есть отношение с Путиным. И самое близкое мне, это его отношение к BBC. Потому что он предпочитает Russia Today, BBC. Говорит, что Russia Today работает гораздо профессиональнее. И вот этого я уже пережить не могу. А может быть на BBC его реже приглашают, чем на Russia Today? Нет, нет. Сейчас он практически не сходит с экранов телевизоров и заходя в студии не выходит. Потому что как лидер оппозиции он должен присутствовать и на экране, и в радиостудии. Но дело в том, что вы сказали, что он социалист. Так вы его представили? Ну да, так говорят, так пишут. Скорее левый троцкист. Я бы так сказал. Вот такое определение. Юрий, многолетний лидер либористской партии Тони Блэр, который трижды во главе партии становился премьер-министром, по итогам выборов сказал следующее, назвал, вернее, избрание Корбина трагедией и катастрофой. Он при этом, правда, не уточнил трагедии и катастрофа для кого. Так вот, на ваш взгляд, для кого? Для самой либористской партии, для Британии, для США, для НАТО или, может быть, для Израиля, в конце концов? Любопытно не только то, что Тони Блэр сказал после выборов, а то, что он говорил перед выборами. Он сказал, что если сердце ваше диктует вам проголосовать за Корбина, обратитесь за пересадкой сердца. Почему это трагедия? Дело в том, что, ну, казалось бы, неизбираемый человек с точки зрения общего электората и, очевидно, не придет к власти. Но это не совсем так, не совсем справедливо. И я не думаю, что консерваторы торжествуют сейчас и предвкушают легкую победу. Потому что Великобритания – это страна очень глубоких традиций. И лидер оппозиции, по традиции, получает, скажем так, спецслужб, от разведки, от контрразведки практически ту же информацию, что и получает глава правительства. Совершенно верно. Сейчас перед всеми этими службами стоит серьезнейшая дилемма. Что они могут разгласить человеку, который открыто выступает против них. И который открыто поддерживает тех, кто хотели бы, скажем так, видеть Великобританию поверженной. Это один вопрос. Второй вопрос сводится к следующему. В вопросах национальной важности, скажем так, национальной безопасности. Например, в вопросе о Сирии. Что сейчас делает Сирия или что делает с беженцами. Правительство всегда должно выносить все свои предложения на голосование в парламенте. И принимать общенациональное решение. Мне трудно себе представить, как консерваторы смогут сейчас прийти к консенсусу с лидером либористов. Или с либористской партией. Поэтому, даже несмотря на то, что более 60% внутри либористской партии проголосовало за Корбена. Лишь меньшинство парламентской фракции внутри партии. Внутри парламента проголосовало за Корбена. Вы понимаете, здесь есть громадный разрыв между тем, как голосует первичная парт-организация. И как голосует, скажем так, верхушка партии. По той простой причине, что предыдущий лидер партии, небезызвестный Эдмилиберг. Изменил систему голосования внутри партии. И практически, когда объявили сейчас о том, что будут избирать лидера партии, нахлынул поток новых претендентов на членство партии. Таким образом, заплатив всего лишь 3 фунта стерлинга, скажем так, 5 долларов, вы становились членом партии с правом голоса и могли избирать. В партию нахлынули представители различнейших кругов. В основном левых, троцкисты, анархисты, защитники окружающей среды со своей повесткой дня, которые хотели видеть именно Корбена во главе этой партии. Поэтому, опять же, несмотря на то, что, как Тони Блэр сказал, эта трагедия, по-моему, выходит за рамки, за параметры только лейбористской партии. Это, очевидно, очень серьезный вопрос для Великобритании в целом. Юрий, вот как раз вы сказали за рамки лейбористской партии. А как это скажется на партии Тори? Вот, например, ваш коллега по BBC Джон Лайнделл, комментируя победу Корбена, написал следующее, вернее, задался вопросом. Он задал много вопросов, на которые не дал ответа. И один из этих вопросов следующий. Произойдет ли дальнейший сдвиг консерваторов в сторону центра, который теперь освобожден лейбористами, ушедшими влево? Может быть, у вас есть ответ на этот вопрос? Нет, я не думаю, что на данном этапе мы это можем сказать, потому что перед консерваторами стоит сейчас серьезный вопрос о членстве Великобритании в Евросоюзе. Вопрос подогревается общей ситуацией с беженцами, с мигрантами, прибывающими со всех концов. Это не только Сирия, ведь это и Пакистан, и Афганистан, и Эритрея. И поэтому Великобритания чувствует себя так же, как, впрочем, наверное, и Германия, чувствует себя в осаде. Почему именно Великобритания и Германия? Потому что Великобритания, Германия и, скажем, Швеция предоставляет наибольшие соцсетии. Предсказать, как это скажется на политических дискуссиях внутри консервативной партии, очень трудно. Ситуация меняется каждый день. Юрий, а скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, Тори оставит Корбина в покое или будут его пытаться каким-то образом топить? Вы знаете, из таких частных бесед с представителями консервативной партии, я делаю вывод, что они, в принципе, не хотят атаковать его напрямую. Они дадут ему возможность потопить самого себя. То есть, чем больше они будут его атаковать, тем больше они придадут ему значение. Но если оставить этого человека в покое, по крайней мере, так говорят представители, скажем так, высокопоставленные представители консервативной партии, если оставить его в покое и дать показать себя во всей своей полноте электорату Великобритании, то он, собственно, ручно решит свою судьбу. Еще один вопрос. Я вам приведу пример. Элементарный пример. Вот на днях пришли представители как правительства, так и оппозиции, высшей чиной армии. В конце церемонии, как всегда, по традиции, исполняют национальный гимн. Все поют, Корбин молчит. Это производит жуткое впечатление на среднестатистического британца, который может ругать правительство, но ни за что не позволит себе ругать ни королеву, ни гимн, ни национальное самосознание. Поэтому здесь без всякой атаки справа Корбин показал, что он думает об этом государстве и что он думает о гимне. Юра, еще один вопрос по поводу консерваторов в какой-то степени. То, что мне удалось прочитать до нашего интервью, очень часто упоминается о том, что Корбин чуть ли не друг Путина. Это обычная страшилка или все-таки там есть зерно правды? Ну, что значит друг? Я не думаю, что личный друг, он поклонник Путина. Вот, поговаривают о том, что действительно в Москве восприняли победу Корбина с благосклонной улыбкой. Насколько это верно, я не знаю. Но я не думаю, что в Москве сильно опасаются, что Корбин поправеет. Еще тогда у меня к вам вопрос один. Вы упомянули, что в либористскую партию, после того, как были объявлены выборы нового лидера, хлынули бог знает кто. А какова вероятность того, что когда будут всеобщие парламентские выборы и выборы премьер-министра, за Корбина проголосует такое огромное сегодня, как я понимаю, сообщество, как мусульмане. Наверняка они захотят поддержать именно его. Это интересный вопрос. Ну, во-первых, я далеко не склонен думать, что все мусульмане проголосуют за Корбина. Не надо здесь огульно обвинять всех мусульман в том, что они обожают Корбина. В Великобритании 3 миллиона, около 3 миллионов мусульман. Ну, допустим, 2 миллиона из них проголосуют за него. Но в стране с населением 65 миллионов человек, я думаю, это все-таки не столь мощный. Да, не критическая масса. Естественно, еврейская община сильно обеспокоена, у меня всякого сомнения. Открыто заявляет об этом. Заявляет настолько, что Корбин даже собирается назначить спецпредставителя по связям с еврейской общиной. То есть, он осознает, что среди британских евреев... В Великобритании, кстати, очень мало евреев. В Великобритании сейчас осталось во всей стране менее 220 тысяч евреев. Так что, с точки зрения выборов, это не столь значимый избирательный блок. Однако, евреи, несмотря на то, что это меньшинство в этой стране, по-прежнему занимают определенные важные позиции в финансовых кругах, в юриспруденции, в средствах массовой информации. Поэтому полностью игнорировать евреев Корбин не может. И еще один очень интересный элемент. И группа евреев сорганизовалась перед выборами лидера Лейбористской партии и выступила в поддержку Корбина. Вот такая ирония судьбы. Ну, по Соединенным Штатам мы знаем нечто подобное. Юрий, и последний вопрос. Раз уж мы заговорили о еврейской теме, мне тут вспомнилась знаменитая фраза Черчилля. Почему в Англии нет антисемитизма? Потому что англичане не считают себя глупее евреев. А Корбин что, считает себя глупее евреев, если позволяет себе антисемитские выходки? Вы знаете, если его спросить напрямую, является ли он антисемитом, он страшно оскорбится. Искренне оскорбится. Он просто не любит Израиль и не любит евреев. Но антисемитом он себя не считает. Юрий Голигорский, огромное спасибо за это интервью. Как всегда, было интересно. И привет Лондону. До свидания, до новых встреч. Всего доброго.